День спасателя День спасателя Каждое дежурство начинается с того, что начальник караула сообщает информативную сводку своим подчиненным, после чего всем поступает команда «Вольно». Это значит, что теперь все, кто находится на дежурстве, приступают к проверке оборудования и техники. Аппарат на сжатом воздухе, АСВ, драгер. АСВ служит для защиты органов дыхания и зрения спасателя от воздействия непригодных для дыхания среды. Далее проверяют машины. Во-первых, в них должны находиться пожарные рукава, ломы и бензопила на случай, если придется разрезать двери авто. В случае неисправности АСВ или какого-то другого оборудования спасатель не может приступить к дежурству. Обязательно проверяется состояние пожарной машины, в том числе сирена и маячки. Следующее по расписанию дня – учебные занятия. Испытания могут проходить как по теории, так и по практике, как сегодня. Для этого машину с выдвижной лестницей выгоняют во двор. Лестница поднимается на высоту многоэтажного дома, а дальше сотрудники МЧС по очереди поднимаются на ее вершину. Проводятся и занятия на скорость. Я очень боюсь высоты, но чтобы прочувствовать суть профессии и ее глубину, я решила подняться на эту лестницу. Держите. Ну как? Это было страшно, и когда ты поднимаешься, ну если не смотреть вниз, то относительно легко. Но когда наверху я посмотрела и увидела, что я выше крыши этого здания, пятиэтажного, то как-то было очень, ну как в голове всего много. А ведь спасатели поднимаются на такие высоты регулярно. Лестница кверху становится уже, и даже мне было неудобно. А сотрудники МЧС – мужчины широкоплечие. К тому же в случае ЧП им необходимо буквально вытащить человека из огня по этой лестнице. Пока проводились занятия, поступил вызов. Диспетчер в такие моменты должен максимально четко выяснить информацию. Улица Междугородняя, горит дом. В доме кто-нибудь может быть или нет? 21-22-й, я освещаю, точнее, адрес. Горит дом, улица Междугородняя. Как поняли меня? 21-22-й, следуйте к месту вызова. Горит дом. 21-22-й, я освещаю, точнее, ближайшие гидранты находятся возле 2-го и 4-го домов. Путь исследований соблюдайте правила дорожного движения и технику безопасности, преследования и на месте пожара. Как поняли меня? Прием. Улица Междугородняя, прием. Улица Междугородняя, горит дом. Поняли. Улица Междугородняя, точнее, номер вызова, есть пострадавшая. Вас понял. Ближайшие гидранты находятся возле 2-го и 4-го домов. Вас понял. На месте вызова спасатели разведывают обстановку. Внутри горит мусор, а из окна валит дым. Оказалось, вызов был учебным. Однако огонь необходимо ликвидировать. Сотрудники разворачивают пожарные рукава и проходят в здание. В это время по первому этажу уже распространился дым. Спасатели легко справляются с задачей, вскоре огонь потушен. Выходя из здания, они снимают маски. Работа на этом участке завершена успешно. На обратном пути спасатели рассказывают нам, что у каждого из них был случай, который запомнился навсегда. Каждый раз они идут на вызов, чтобы не допустить смертельного исхода. Их самое большое желание, чтобы люди соблюдали правила пожарной безопасности и пожары исчезли. Вероника Гонзюкова, Павел Антонов. Новости недели.